Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги своей работы за 2017 год. Так, в прошлом году на территории округа было зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых погибли или пострадали люди. С участием детей 7 дорожно-транспортных происшествий, с участием пьяных автолюбителей 10. Кроме того, сражи порядка рассказали и о сложившейся ситуации с детским травматизмом на дорогах Нинецкого округа, а также о необходимости внедрения дополнительных комплексов фото- и видеофиксации. Одна из главных причин аварийности на дорогах региона – управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За 2017-й сотрудниками ГИБДД выявлено 222 пьяных водителя. Для сравнения, двумя годами ранее таких было 207. За повторное вождение под градусом задержано 49 человек, а не имеющих удостоверение 253. Что касается общей статистики, то всего на территории округа за 2017-й произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди. Несмотря на проведенную работу отделом госавтоинспекции, нам не удалось сдержать рост пострадавших дорожно-транспортных происшествий, но удалось добиться снижения тяжести последствий. В результате дорожно-транспортных происшествий в 2017-го года три гражданина было, три человека было погибло. С учетом налогичного периода прошлого года снижение составило 25%. С причинением вреда здоровья, в которых погибло 3 человека, в 2016-м году погибло 4 человека у нас. То есть у нас на одного человека в этом году сдержали. И 48 получили ранения. В 2016-м было 37 человек. Из-за нарушения ПТД водителям произошло 33 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 погибли. И 41 получили ранения. Из-за нарушения ПТД пешеходами зарегистрировано 7 ГТП. В 2016-м было 3, в которых приорили на 7 человек, в 2016-м 3. Отдельное направление деятельности отдела ГИБДД – профилактика детского травматизма на дорогах округа. Сотрудники ведомства ведут постоянную работу с образовательными учреждениями и родительскими комитетами. Специалисты проанализировали ситуацию за последние 5 лет. Так, с 2013-го года всего на территории региона пострадало 50 детей, в большинстве случаев в качестве пешеходов. Достаточно много, это 11 случаев, когда совершен наезд водителями на пешеходном переходе, в 9 случаях вне пешеходного перехода, то есть там, где вина детей получается, то есть они неправильно переходили дорогу. И в жилой зоне, то есть это тоже сезонно и больше летом, то есть когда мы проводили анализ, больше летом, когда дети свободны, это лето, там, передоз, и осенью, когда тепло, то есть получается в жилой зоне, в зоне у нас таких за 5 лет 7 случаев произошли. Следить за безопасностью на дорогах сотрудникам госавтоинспекции помогает информационный комплекс «Безопасный город». В него входят несколько сегментов. Один из них – система «Автоураган». Она выполняет сразу две важные функции. Во-первых, с помощью камер полицейские наблюдают за пешеходами, чтобы ПДД не нарушали. Во-вторых, инспекторы следят за движением автомобилей. С помощью фото- и видеофиксаторов в прошлом году зарегистрировано 7,5 тысяч нарушений скоростного режима. Как правило, погонять местные водители любят по Лаевожской дороге. В 2017-м там произошло два серьезных ДТП. В наступившем году также уже не обошлось без происшествий. В КВТ улетела черная «Шкода Октавия». Автомобиль направлялся в сторону города. Водитель, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением. В итоге легковушка съехала на заснеженную обочину и, перевернувшись, приземлилась на крышу. Позже стало известно, человек, находившийся за рулем, был пьян. У нас есть специальное казенное учреждение, которое осуществляет эксплуатацию и развитие комплекса фотофиксации. Это у нас казенное учреждение округа, Центрство заказчика. Нами было предложено Центрство заказчику обеспечить выставление передвижных камер на местах совершения этих дорожных происшествий. Но на сегодняшний день, к сожалению, Центрство заказчик не смог наши пожелания выполнить. По словам правоохранителей, до конца этого месяца на дорогах округа заработают еще шесть комплексов фото- и видеофиксации. Один из них, вероятнее всего, установят как раз-таки на Лаевожской дороге. Иван Кутенников, Вадим Стасюк, Телеканал Север.